Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Дневники Бродяги. За моей спиной стоят ребята в камуфляже. Все потому, что сегодня мы едем на очень интересное мероприятие, на игру в страйкбол. Посмотрим. Для меня это новенькое что-то. Ребята уже профессиональные команды, слаженные. В общем, побегаем с ним, поиграем сегодня и постреляем. Это что-то новенькое на моем канале. Посмотрим, как зорет. Может вам понравится. Добрались до Сианского завода. С заброшенного уже бои. И помаленечку народ здесь собирается, распаковывается. Группа Химера. Наши Остебаканские. Попаканские, Недурцы. Может здесь, в этой машине? Моя машина, ничего нет. Заказы не принимаются. Нужно цеплять, нужно это, жилет специальный, чтобы это, можно было это использовать. Соревнование. 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 Ну вот, я посмотрел там, что те щиты, черту не годятся. И сын меня давно уже просил изготовить. И короче, из подножных материалов, то, что было дома, то, что было дома, это я все сделал, короче. Орк стекло. Это карбонат, это не орк стекло. Это реплика, да? Видишь, что реплика. Оригинал, ты что думал оригинал? А я поднимал оригинал, у пацанов с Минусинска был оригинал, с лямками, с этой херней, его вот так сужил. А там внизу есть еще. А здесь просто парень сильный, понимаешь? Ну, на одном пальце. Там оригинал килограмм 25-30 кг. Там прям это, внизу юбка еще тоже, вот эта. Она тяжелая. У тебя болтается. Илёх, это слышишь? Ну, так она это. У тебя есть? У тебя есть? У тебя есть подпольники есть, при напрямую. Ну, нормально. Тактикульная тактика. Стазер сидишь? Так, господа страйкболисты, в прочем случае, представляю вам Николая Фамилия. Напомни. Молунов. Молунов. Это канал Дневники Бродяги на Ютубе. Владелец очень давно, интересное, можете смотреть, ну, он изъявил желание нас поснимать. Вот он сегодня будет нас снимать и воевать с нами. Я все, я пошел. Так, все, давайте все строимся, так, чтобы все вошли. Что, друзья, для начала игры осталось совсем немножечко. Мы уже комплектовались, камеры включены, заряжены, и мы начинаем свою игру. Каждый раз перед началом игры команды осматривают место боя. Играем мы на заброшенном заводе ЖБИ. Под ногами очень много различного строительного мусора, который можно использовать как укрытие. В центре зала стоит большой сухой бассейн, от которого и будет отталкиваться стратегия каждой из команд. Итак, игра началась. К сожалению, во время первого забега я не сразу заметил, что моя камера слегка перекосилась в защитном боксе. И оттого поле зрения очень сузилось. Пора игры вообще оказалось не до съемки. Как я говорил в начале, бассейн, что в центре, стратегическая цель. И, увы, нам не удалось его взять сразу. Наш правый фланг вынесли гранатами, и нашей четверке пришлось перетягиваться в лежит. Подожди, перезаряжайся. Нашей группе удалось частично уйти в центр зала, но к тому времени весь правый фланг полег, и противник пошел в атаку. Патроны приходится экономить. Подавляем сразу три точки, да еще и с правого фланга иногда прилетает. Противник берет в клещи. Стягиваемся ближе к центру, чтобы занять круговую оборону. Игра довольно напряженная, а снаряжение у меня негативное. Неподобно. Очки постоянно запотевают. Приходится периодически их протирать, снимая маску. Делать это разрешили, если поднять руку вверх. Убит. Ну что же, первый бой мы проиграли. Противник зашел с фланга. Я минус. Стороны меняются местами. Обсуждаем минусы. Разрабатываем новую стратегию. Сесть вперед, под левую руку стрелять. Нормально справится? Чего у вас там? Да, Костян. Моя группа с шутком. Вон там, вдоль левого фланга. И смотри, как только начнет минусы. Раз, два, три, поехали! Давай, Саня! Саня! Бежим на правый фланг. В этот раз решено было усилить левый, послать туда все силы, чтобы продавить его. Так как оказалось, что та сторона с этого респа более выгодна. Задача нашей четверки отвлекать врага, вытягивая на свой фланг. Минус один на них. Так как я играю в чернухи, в черной одежде, меня отправляют в самую темную часть. Щитовик занимает центр, а два оставшихся бойца занимают максимально подвижную позицию в обороне. Он не работает за угла. Нам удается обратить на себя внимание противника. Весь центр и правый фланг работают по нам. Несколько раз отчетливо вижу, как попадаю в противника над бассейном. Ну накрыл же два раза его. Наверху сидит. Подожди, я завяжусь. Подожди. Я готов. Все, я минус. Мы слишком увлеклись боем и неправильно оценили силы противника. Одного за одним нас выносят с поля боя. Идем на респ. Ну что ж, это моя первая игра. Да и снаряжение, напомню, не мое. Слегка неудобно. Но мне нравится. Необычное ощущение. Снова меняемся местами. Сходу занимаем бассейн и пытаемся там закрепиться. Принял. Да. На этот раз у противника новая тактика. Несколько игроков с особо прокачанными приводами сидят сверху. На перекрытиях. И оттуда заливают шарами ребят на центре. Мы просто не можем достать противника. Приходится работать по передовым позициям. Но противник вновь проявил смекалку. Щитовик у тебя сзади. Самый юркий из них прокрался под прикрытием снайперов под бассейн. И теперь аккуратно из тени выбивает наши фланговые позиции. Замечаю движение в последний момент. И слышу как над головой по бетону скачут шарики. Из дырки темно стреляет. К сожалению именно в этот момент. Мой привод начал давать сбои. То ли аккумулятор отошел. То ли еще что. Не знаю. Но раз за разом вместо выстрела. Я слышу сухие щелчки. К моменту когда привод снова заработал. Нашего щитовика вынесли в спину. Я не смог его вовремя прикрыть. Видимо это какое-то секретное оружие врага. Так как случится подобное за игру еще не раз. И не два. Наша команда пытается перетянуться к центру. Перекрывая мне линию огня. И один за одним ложатся от выстрелов хитрого разведчика. Оставшись вдвоем. Мы быстро проигрываем под снайперским огнем противника. Снова поражение. Внизу пролез один. Под этим. Под бассейном. Но я оттуда из бассейна считаю весь слон выкосил. Его там не видно на темном фоне. Опять меняемся местами. Опять в бой. Снова занимаю позицию повыше. На этот раз задача вытянуть противника на себя. Уже под наших снайперов на перекрытиях. И тут снова меня подводит привод. Снова та же беда. Выстрела нет. Магазины полные. Аккумулятор поменяли. И опять не вовремя. Пытаюсь разобраться в чем дело. Первый раз держу в руках привод. Но примерно понимаю как и что работает. Возможно если бы играл чаще. Или имел бы свой. То разобрался намного быстрее. А так. Теряю очень много драгоценного времени. Становлюсь бесполезной единицей для квада. Противник все ближе. Он просто засеивает моего напарника по двойке. Который спрятался за бочками внизу. По плану я должен помогать ему. Сдерживая противника. Отвлекая на себя. Заставляя вылавливать тот момент. Когда я буду появляться для удобного выстрела. А вместо этого мой напарник вжался в землю. Не имея возможности вести ответный огонь. Ведь стрельба по сомалийски. Поднимая автомат над укрытием. Не высовываясь самому. В страйкболе. Сопрещена. В ход пошли гранаты. Противник прорвал левый фланг. Я все пытаюсь станцем с бубном. Заставить привод работать. Напарник пошел в атаку один. В этот момент мой привод начинает работать. Я высовываюсь чтобы подержать напарника огнем. И получаю шаром прямо в камеру. Снова на респ. Теперь у нас вторая локация. Бетонка. Здесь игра будет поинтереснее идти. Открытое пространство. Более светлое. Если там было темно у нас помещение здесь. Здесь намного ярче. И больше места для укрытий. Ну начинается дождь. Однако. Не сильно приятно. Игра началась. Мы рассредоточились. Занимаю самую крайнюю позицию на правом фланге. Ветер поддувает в маску. И очки уже не запотевают. Ура. Я вижу. Понемногу продвигаемся вперед. Делаю перебежку. Прячусь за укрытием. Делаю пару выстрелов. И слышу что звук привода снова изменился. Еще пара выстрелов. И очередным выстрелом с привода срывает ствольную крышку. Пытаюсь починить. Не выходит. Командир дает приказ отступать. Цепляюсь ногой за колючую проволоку. Теряю время. Но успеваю отступить. Вновь я бесполезная единица. Пока я пытаюсь запихать потрохов привода на место. И приладить крышку. Сергей, мой напарник, держит сразу две двойки противников. Ну что б себе. Крышка ствольная разобралась. Проверю. Нет. Ну через раз могу. Вроде контакты вновь лужили. И я могу стрелять. Ну а по два-три шара. После чего приходится переставлять магазин. Слева. На 11 часов. Раз за разом. Два-три выстрелы по идущим за кустами врагам. Вынуть и вновь вставить магазин. Снова пара выстрелов. И снова поменять магазин. При этом прижимая крышку к приводу левой рукой. Противник снова уходит в несознанку. Два точных попадания по высунувшемуся противнику и тишина. Окей, бывает. И тут мне прилетает шар в укрытии прямо передо мной. Второй уже в кило. Сергей дает очередь в упор по противникам, но снова несознанка. Окей, наверное, промазал. На базе мне помогает с приводом. У нас снова поражение. Так нам и не удалось выиграть ни одной игры. Противник очень сильный, а у нас половина команды рекруты типа меня. Но, как я понял, здесь вообще победа не главное, а как раз важно участие. Финальный раунд. И мы снова мчимся вперед. Решили играть агрессивно, поэтому сразу же занимаем половину правого фланга. Видим перебежки противника. Продвигаемся дальше. Вон та бетонная плита. Готов? Да, ближний. Из четырех, который готов. Да, четыре. Стой, переброшу. Тут яма, осторожно. Сносит пули. Пока мы продавливали свой фланг, у нас уже поражение на левом, о котором мы пока еще не знаем. Я меняю очередной магазин, и когда выцеливал противника за бетонным блоком, увидел, как уходит на лес мой напарник слева. Сообщаю старшимой группы. Слева, слева, слева. Переводим огонь. Мы снова в тисках. Работаю по двойке в центре за кустами. Вжимаюсь в укрытие. Меняю магазин, и при очередном выстреле меня снимают в левый бок. То есть с тыла. Обидно. Рация молчит, никто не предупредил. Иду на респ, и вижу противника. Но сообщить о нем по правилам игры не имею права. Для кого-то бой продолжается, а мы уже закончили. Последний бой слили очень быстро, даже не успели набежать до укрытия. Ребята вот молодцы с желтой командой. Сухую нас разобрали, но я как новичок, мне в принципе было интересно. Я еще особо ничего такого не умею. У меня привод такой арендованный, дешевенький, простенький был. И совсем точный. Пульки летят не туда, куда ходят. Сноряга не особо подобного. Но ничего, тем не менее, мне понравилось. Ребята молодцы. Прям вообще зажигаются. Пульки только успела свистеть. Ну что ж друзья, с вами был канал Дневники Бродяги. Если было интересно, ставим лайк, подписывайся на канал. И нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Лайк вас бесконечно, а мне будет приятно. Я еще раз хочу предупредить. Все просто и любят. Все просто и любят. Каждый понимает, что если в него попали, нам остались выйти. Ты не насмерть убитый. Ты потом войдешь через 10 минут. Поэтому я себе просто предлагаю. Просто предлагаю. Просто предлагаю. Я еще раз говорю. Мне всегда как жалко. Мне жалко своего труда. Если я в человека попал, он не вышел. Мне пофигу. Если он даже встанет, отойдет, допустим, куда-то за угол и войдет в игру, мне похрену. Но главное для меня, чтобы он встал, что он убитый. Поэтому я еще раз говорю. Уважайте труд других. Если в вас попали, встань, выйди. Хочешь поиграть, выйди из-за угла, играй снова. Но человек должен видеть, что в него попали, что человек отработал, он попал, человек умер. Грубо говоря. Нет, я не предъявляю просто. Я говорю всем. И все взрослые люди, все это должны понимать. Вся эта ситуация всегда часто бывает. И поэтому я говорю взрослые люди, все знают, что это на честность игра. Поэтому, если попали, встаньте, выйдите. Подойдите ко мне. Можно я снова войду в игру? Да играй ради Бога. Мне не жалко. Мне важен мой результат. Я убил человека, грубо говоря. Человек встал и ушел. Если вы сомневаетесь, что у вас попали или нет, тоже проявите благоразумие. В этой ситуации лучше выйдите и посчитайте, что вас убили.